Приветствую вас, Елена. Я думал, что для начала надо бы вообще разобраться в тем, что вы хотите как-то быть, чтобы что. То есть вот, в итоге что вы хотите получить? В итоге что вы хотите? Чтобы любовник обстал, чтобы пересуды о вас прекратились. Чего вы хотите? Потому что я пока не очень понимаю, что именно вам нужно. Да? То есть определить с целью. Какая цель? Также. Мой бывший любовник, чтобы отомстить мне, позвонил на работу. В начальство я клавитал меня. Сказал, что я дамага преследую и хочу в него покончить жизнью. Так, ну, что значит бывший любовник? У вас есть семья. Если у вас есть семья и вы начали встречаться с любовником, значит в семье есть проблемы. Если у вас есть проблемы, то ваша реакция на то, что происходит сейчас, в какой-то степени является следствием того, что в вашей семье что-то не так. Вот. Поэтому этот момент, на мой взгляд, тоже нужно как-то поисследовать. Да? Вот. Ну, потому что это очень важно. Что значит, бывший любовник, например, ну, означает что? Что может означать бывший любовник? И почему любовник? Да? Вообще. Если, если это все-таки не любовник, если у вас в семье нет отношений и мужчины нет, мужа нет, то в таком случае важно, в таком случае важно, наверное, определить, по какой вообще причине вы считаете человека. Человеком. Любовником. Любовником. Своим. А может это не любовник, в таком случае, а это ваш, ну, ваш мужчина. Бывший, правда. В котором у вас, ага, ну, ничего не получилось, правда. Но это, тем не менее, не делает его менее бывшим. Вот. Дальше. Это не делает его более любовником, если у вас нет семьи и мужа. Дальше. Вы говорите, что он решил мне отомстить, позвонил на работу и окровитал меня. Вот. Вот. Ага, ну, смотрите. Офоритное это сплетня. Да? Это сплетня. И как правильно сказал мой коллега, совершенно правильно. Вы можете человек привлечь к ответственности за коллегу. Это тут. Собота на него. Это первое. Второе. Это как вы реагируете на клевету. Вот. вот, как вы, ну, относитесь к, 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 к левите, вот, как вы ее, собственно, воспринимаете, вот, ну, обратно говоря, что она для вас значит, насколько она вас волнует клевета, я имею ввиду, вот, это очень, тоже, разный момент, на мой взгляд, потому что, то, как вы, как вы реагируете на клевету, значит, во многом определяет вас поведение, в том числе, поэтому здесь нужно разобраться в том, насколько вас волнует клевета, да, и насколько она вас задевает, задевает ли она вас, и прочее, это разобраться в том числе, потому что здесь, может быть, и история о том, что вы чего-то стыдитесь, здесь может быть история о том, что вы, значит, ну, как-то вот, не полностью принимаете свои действия, с любовником, вообще, вообще, то есть, вы относитесь к ним, да, вот, к этим действиям, не совсем позитивно, они не идут от вашего сердца, образно говоря, от вашей души, и в этом тоже может быть определенная трудность. Дальше, как не идти себя на работе, ну, соответственно, соответствовать правде с вашей правдой и диванцировать уверенность в этой правде, чтобы помочь обрести уверенность и справденность на работе, да, терапия. Кто боится тебе на работу? Чего вы боитесь конкретно? Чего вы пересудили за спиной? И что дальше? Сменить на работу нет возможности, город маленький, как не быть, спасибо. Ну, это вопрос исключительного подхода, что сменить работу. Ну, а с другой стороны, смена работы, в общем-то, в общем-то, проблемы ваши не решат, не решат, вот. Это правда, смена работы не решат проблему того, что у вас были отношения с любовником, вот. И это был, в общем, такой мужчина, который вам решил мстить, вот. Так что я думаю, что действительно вам нужно не работу менять, а собирать драться и смотреть, что вы, что-то вы, может быть, делаете не совсем, вот. В соответствии со своими ценностями, со своими реалитетами, вот, что-то вы, вероятно, делаете не так. Вот. В этом ничего нет страшного, но с этим меня надо забрать. Это важно. Ну, так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.